приветствую всех любителей старых игр это 10 часть видео прохождения игры fallout of nevada на максимальном уровне сложности игры и боя без загрузок то есть без смертей добрались мы до ветра войны многое нам предстоит здесь сделать так хочу я утро чтобы наступило и давайте разговаривать со всеми то попадется нам на глаза здорово скитались ты ты-то чего хочешь от простого работяги не расскажешь про это место дерьмовое место мы сюда зашли только для того чтобы малость воды набрать если бы не другие караванчики черта два боя сюда в одиночку поперся это почему же местные вояки те еще подонки у них разлад в общине могут подстеречь тебя за углом и обобрать до нитки и ничего не докажешь поэтому караванщики здесь ходят всегда в компании даже в туалет неужели все настолько плохо хорошо я возьму это на заметку не расскажешь про это место так потом повторяет а о вот вот другая ветка диалога попросили его не будут не грубить он извинился и говорит смотрите какие мы умные ладно извини я был на взводе после одной истории расскажешь есть тут один местный кретин нам его по фоли похвалили сказали что человек техники разбирается чуть ли не винтокрыл в гараже собирает так мы ему заплатили чтобы он нам повозку починил и что же треснул этот деятель кувалдой а повозка вся и развалилась он тут руками разводит не мои проблемы говорит старая повозка не выдержала представляешь ну и мерзавец надо было бы ему по морде дать за такое будем его подначивать чтобы больше узнать вот и я так считаю но куда там вместо того чтобы починить то что сломал он просто послал нас и постращал своими братками из гарнизона сука такая и что вы сделали пришлось самим справляться повозку кое-как починили а про техника забыть остается вот было бы здорово диверсию на прощание устроить диверсия штука опасная хотя возможно в чем-то ты и прав счастливы так будем иметь ввиду здесь никто с вами не хочет говорить привет тебе что-то нужно кто-то и что ты здесь делаешь пытаясь забыться черт возьми местные жители раньше давали мне контракты на выполнение мелких заданий в руинах но последнее время они стали ко мне скорее враждебны кажется они думают что я могу представлять для них опасность а больше мне некуда податься поэтому я стою здесь и думаю о своем туманном будущем вот ведь история и может ты знаешь местечко где можно подзаработать если будет нужно нужна лишняя пара рабочих рук обращайся за умеренную плату я все сделаю так этот человек может оказаться полезным если вам понадобится помощь напарников пути стоит запомнить его расположение на будущее ясно бывает интересно где это может полезным к сожалению не помню где-то там дальше будем изучать игру и вспомним а могут мне зрители подсказать у меня сейчас подобралась около пяти гуру невады судя по советам очень четко все подсказывает думаю что им не тут все известно так давайте поговорим караванчик любопытством распро рассматривает клубы круглышев шлифованный камень с гербом но что это за камень пожимает плечами не знаю нашел на развалина понимаю передо мной коллекционер мусора ха ха давно не промышляешь инстинктивно отодвигает камень подальше от вас и проговаривает члены раздельно я охранник каравана извини что задеваю твою гордость так ты отдашь мне этот бесполезный камень окей тогда вы обыграй меня в карты камень твой я могу просто купить его за 50 баксов устроить ты это серьезно какая неожиданность окей давай так вот деньги теперь давай камень забирай мне он все равно не нужен ну вот мы сбили цену на камень сами не знаем для чего нужен но 50 баксов это не деньги кусок ошлифованного камня символикой штата невада судя по штырям с обратной стороны символ должен куда-то крепиться тоже интересно так с вами не поговоришь не поговоришь и тут ты пришел с договором или просто лясы поточить расскажи как там пустоши тяжело пустоши она приходится двигаться под двойным трассам потому что удобнее быстрее чем через пустыню в рейдере знают об этом поэтому подходя к заправками маленьким поселением нам приходится всегда быть на готове но уже я это знаю вы видели какие мощные отряды рейдеров нас пытаются словить на этих самых дорогах и бензозаправках благодаря скрытности я конечно убегаю но меня это конечно напрягает у меня пятый уровень а уже по 10 врагов с огнестрельным оружием что для невады это очень круто в обычном халавате в принципе я бы уже был тоже с офигенным оружием и неплохой броней а между какими городами вы торгуете я торгую между нью-рино и лас-вегасом а здесь ветре войны у нас просто временная остановка покажешь эти города караванчик указывает на карте мира расположение конечного пункта назначения своего каравана вот здесь так мы узнали где находится лас-вегас спасибо есть еще вопрос какие рейдеры вам не дают покоя на этом пути вокруг вегаса ирина ирина постоянно околачиваются какие-то мелкие банды из более менее известных могу назвать ветрянщиков пещерников песчаников толсторогов и скорпионов кроме того южнее трассы есть старая плема дикарей когда они спускаются с гор походятся на людей а иногда они спускаются с гор походятся на людей к счастью на караванчиков у них кишка тонка чего не скажешь об одиноких путниках дикари их прозвали койотами хотя никто толком о них ничего не знает точно известно что они каннибалы и что они пользуются самодельным оружием из старой агротехники живут они высоко в горах так что туда никто не заходит бывало редким счастливчикам удавалось видеть блокпосты и заброшенные лагеря этих нетопырей это все что о них известно до них никому дела нет кроме пожалуй работорговцев так я хотел бы кое-что спросить об этом городе ветер войны это военный городок здесь живут люди которые считают себя первостепенными жительной пустоши кровными властителями этого региона а все остальные для них дуйные овечки с которых они берут все что хотят ну кстати зря не так считают мы нашли информацию на хотор не на голодиске что оказывается это все все наследники дезертиров так не чем им гордиться считать себя первостепенными жителями пустоши так куда путь держите пока никуда не движемся еще постоим здесь пару дней отдохнем а потом путь до лас-вегаса товар закупать так что-то еще можно рассказать все все что мог рассказал так здесь по моему уровня не хватает но иногда он все таки дает мне задание что-то ищи скитали да ладно я только спросил так и есть мимо байкеры не проезжали байкеры слыхал от таких но лично не видел если верить слухам об этих ребятах то им здесь тем более не место но думаю не думаю что местные вояки будут приветливы к мародерам мародерам но говорят что байкеры свое снаряжение и крутые пушки стащили с военных баз что вполне логично только вряд ли местный народ склонен смотреть на это с безразличием они думают что имущество до военных баз должно принадлежать им по праву потому что их предки служили в этих местах вижу ты знаешь историю местного населения откуда такая осведомленность но слухи по малу проскальзывать из разных мест не бери в голову а у тебя глаз наметан на кого-то вроде меня ну не то чтобы знаешь ты не вызываешь какой-то особого недоверия с тобой можно было бы вести общие дела дела например не торопись я хочу узнать о тебе побольше что ты считаешь что ты скажешь об этом месте ну если он к этому месту не принадлежит и что-то хочет темненько нам предложить явно надо это место ругать последними словами паршивая дыра и паршивые жители не хотелось бы мне здесь надолго задерживаться тогда я задам возможно странный вопрос но скажи мне воровать у вора это справедливо да мне все равно кому карманы чистить я их не спрашиваю по тебе видно что ты человек с нужными качествами именно на самом деле меня кое-что интересует если ты поможешь это достать я заполучу тебе 500 баксов заманчивое предложение мне нужны штатные ради частоты которыми пользуется патрульный эта информация должна быть компьютере который стоит у радистов в главном штабе но мне не удается к нему поступиться может у тебя получится так стоп с чего бы обычную путнику понадобилась прослушка патрулей что-то ты не договариваешь а тебе не все ли равно не вот плевать зачем тому типа не понадобились да ты правильно догадываешься в данном случае я выступаю в роли наемника но не спрашивай меня заказчики я все равно ничего не не знаю мы просто поделим гонорар вот и все хотя это не означает что у меня нет амбиций какой же интерес с тобой движет кроме жажды наживы я ненавижу этот город когда-то я жил в маленьком поселении недалеко отсюда военные предлагали защиту в обмен на ресурсы но когда пришли рыботорговцы отряд защитников оказался слишком далеко с тех пор я только и мечтаю как бы населить этим ублюдком ну давайте попробуем взять квест не факт что буду выполнять как-то он попахивает хотя и военные здесь не овечки я это сделаю но за тысячу баксов ты можешь поднимать цену сколько угодно но у меня все равно больше нет денег окей я берусь за это задание очень хорошо повторю на всякий случай наш план тебе нужно проникнуть комнату с компьютером в главном штабе военных само по себе это несложно радисты заняты своими подсчетами почти не отвлекаются на посторонних а комната с компьютером часто бывает пуста проблему в том как получить доступ к информации и не спалиться при этом вот здесь и понадобятся твои навыки и соображалка понятно я вернусь когда закончу да и смотри не спались на этом деле если что я тут ни при чем я обычный странник который просто проходил мимо и напросился на ночлег понимаешь окей будем мы еще спрашивать вас что делать хотя можно сейчас спросить влияет ли это на концовку то есть если я дам эти коды чем это грозит надо же забыл название ветер войны чем это грозит этому поселению ветру войны я не пытаюсь конечно в этот раз концовки сделать положительными но просто интересно так а кстати давайте я уже получу для себя второй сейф то подобрать код как я вам говорил чтобы это было легко и просто пишите в столбик 1 2 3 4 5 это количество язычков а по горизонтали каждому язычку пишите цифры 0 1 2 3 4 5 это возможное значение кода и и выбираем или один или три хотя можно выбрать два а нет 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 1 4 можете еще выбрать примеру то есть вы должны выбрать так чтобы два ближайших значения не пересекали с двумя ближайшими значения следующей цифры ну вот начнем мы с единички если очень тихий щелчок это значит что ни одна из цифр не подходит ни единица не те что рядом 0 и 2 вот вычеркиваю 0 1 2 следующее я буду нажимать все время единицу к разница очень тихий щелчок аналогично что-то я сбился четкий щелчок тихий щелчок и очень тихий или какой да все значит все правильно все три предыдущих язычка вычеркиваем 0 1 2 а теперь слышим обычный щелчок значит это не единичка и не 3 4 5 это кто-то рядом с единичкой 0 или 2 и последний раз очень тихий опять нет здесь этих цифр так и вот получается что тут 3 4 или 5 так ну начнем с тройки а нет мы уже проверили 0 1 2 поэтому лучше начинать с четверки обычный щелчок значит они четверка эта тройка или пятерка опять тройка или пятерка четкий щелчок это четверка эту цифру мы уже знаем здесь у нас выбор остается из нуля и двойки пусть будет ноль четкий щелчок это ноль и 3 4 5 пусть будет 4 опять четкий щелчок это четверка значит мы три язычка открыли два еще придется погадать 50 на 50 так 3 угадали ну по теории вероятности тут наверно должна быть цифра 5 нет не угадали тоже должна быть тройка запомним это мы знаем 4 то мы знаем 0 и это мы знаем 4 один язычок не открылся но вот сейчас мы зайдем если откроем сейф тройка тройка четверка 0 и 4 получили 500 опыта сейф принадлежит нам так прекрасно давайте поговорим еще с этими людьми а точнее караванщиками перед вами избитый человек ему больно он стонет но никто почему-то не может ему помочь не дергайся я тебя вылечу я врач а дергать вашу руку да какой ты врач лучше не лезь это еще хуже сделаешь да действительно с доктором с умением доктора у нас проблемы и они специально сделали вот такую проверку был бы врач наверно вылечить бы сам а так придется обратиться за помощью к настоящему врачу значит так и будешь мучиться так потерпи я позову на помощь доктора ну что ж давайте перечим доктора идут интересный момент опять же есть здесь задания но они без опыта никуда не записывается но так как я хочу все показать ничего не забыть вот вот эти два торговца это мастер но может с вами торговать этой интендант это врач так вот эти два красавца могут продавать вам из-под полы нарушая законы своего поселения но только если вы не работаете на генерала векслера я спрашивал мне сожиданных у них это пришлось проверять самому если мы приносим генералу и отдаем на грузной пистолет и крупнокалиберные патроны пулемету это не является работой на него то есть нужно именно взять него задание но тем не менее я эти задания сделаю потому что вдруг я в будущем буду какие-то задания выполнять это конечно зряшная потеря денег но что есть то есть вот попытаемся сначала поговорить просто так но я знаю что мне не хватит разговора лениво вздыхает и скрещивает пальцы на животе ну я слушаю вас откуда вы все здесь взялись но мы вышли из маленького убежища когда там стало тесно черт наверное не стоило рассказать в любом случае если захотелось стащить какие-нибудь технологии оттуда то вынуждены зачаровать убежище населено мутантами а вход туда завален камнями к тому же свое время мы вынесли оттуда все что смогли так вы можете мне отвести туда черта с 2 иногда вокруг убежища замечают мутантов а мне совсем не хочется встречаться с ними однако я могу показать это место на карте ну разумеется не за спасибо ну скажем так за 300 баксов нет ищи себе другого дурака мы найдем потом другую возможность найти убежища так я нашел какой-то камень с гербом вы не знаете что это с выпученными глазами изучает некоторое время камень знаете я не скажу вам что это но я это у вас куплю скажу только что вам это однозначно не нужно какая уверенности какая цена за две сотни я еще подумал над вашим предложением а чего тут думать то это бесполезно для вас кусок камня а я за него даже малость заплачу ну кто еще купит у вас кусок камня а так слишком он суетится найдем этому камню применение и сами а нет ли здесь подвоха пожалуй я не буду торопиться с камнем хитрый торговец так вы торгуете в основном предметами быта а как насчет напитков здесь есть например бар или кафе не для своих мы держим столовую а пришли как бы сами по себе в основном все что нам нужно приносят караваны они здесь обычно останавливаться на пути между вегасом и рина в основном значит все же чего-то вам не хватает забавно что спросили наши ребята из казармы иногда приходят сюда чтобы поискать немного жидкой радости но караванщики обычно не приносят такие напитки через пустоши то есть воякам нужна алкоголь я бы взял партию скажем из 30 бутылок пива по повышенной цене 30 бутылок пива запишу чтобы не забыть начали мы уже собирать это пиво но у нас где-то 15 бутылок и давайте попытаемся провернуть с ним черное дело или точнее дело на черном рынке у вас есть особое оружие по особой цене всех забавно все особое содержится на складах базы а сюда попадает только самое примитивное наш босс не дурак он понимает что продано оружие может быть направлен против нас поэтому наоборот это он скупает особо оружие по особым ценам ясно можно подумать вы не можете взять чего-нибудь со склада а подмигнуть недоверчиво взирается по странам не знаю о чем ты говоришь хотя тут всякие ходят тут всякие кому гранату а кому и гранатомет подавай но с такими делами в этом городе далеко не убежишь так что не доставай меня и довольствие довольствие тем что лежит на прилавке ну как видите не хватает у нас умение разговора чтобы его раскрутить и придется мне тратить конфетки день и вот они раз два посмотрим опять предлагаем особое дело подмигиваем и на этот раз получается но я могу наклоняется к вам и говорит тише раздобыть немного плазменный гранат небольшую пропажу никто не заметит а насчет всего остального и опас это опасно я согласен на эти гранаты сколько вам нужно времени два дня и 2500 баксов это дорого если учесть цену сами гранат но я рискую не придется делиться с другими вы же понимаете вот 1000 остальное верну когда будет товар хорошо это честно я это сделаю ящик будет ваш но не раши чем через пять очередь два дня хорошо теряю я здесь около 750 монет точнее долларов но чтобы показать сделаю эту торговую акцию в принципе за 1750 гранаты потом смогу продать и пока у меня повышена харизма давайте поговорим со всеми остальными чего надо на тему ремонта вот это по моей части чего надо ты можешь улучшить броню не можешь а оружие я это оружие вы терпеть не могу в основном только с ним и приходится работать то почини это прилетай в основном речь идет о военном огнестреле винтовки и дробовики даже гранатометы и прочей радости хорошего бойца понятно у меня нет оружия только можешь лучше еще одну определенную вещь говорят где-то здесь есть высокотехнологичное убежище высокотехнологичное говоришь ха посмотрел бы я на тебя после нескольких лет жизни в этом сраном гадюшники мы выбрались оттуда когда в нем стало жить невозможно убежище не рассчитывали на проживание вообще это она была тестовым для проверки материалов и технологий но не более того а ты-то откуда знаешь о нем прочитал на старом голодиске старый голодиск а вот это интересно могу показать запись на моем пикбое покажем им чьи они дети что их не отцы дезертиры черт послушай я хочу предупредить в нашем поселении есть тех кому видеть эту запись нельзя это может привести к неприятным последствиям грудно надвигается на вас ты меня понимаешь скиталец неприятным для всех нас и для тебя в особенности смотри не делай глупостях ох как все серьезно сколько я понял здесь можно переборщить если генералу слишком много плохих новостей приносить концовка может быть плохая он как бы покинет это поселение вот кстати кто знает что именно и каком количестве он стерпит могли бы рассказать потому что сейчас мы дойдем до этого момента ну вот голодиск можете не показывать вы можете не стерпеть а еще мы будем жаловаться на его подчиненных это тоже вопрос интересный хотя с одним подчиненным можно конечно разобраться своими силами а вот если с нас деньги стрессу то я так понимаю обратиться к нему придется чтобы деньги вернуть так что ты еще можешь рассказать пресс для патронов ты ведь сможешь такое сделать правда сделать не могу а если продам тот на котором работу весь кромня пришпили к забору как дезертира так что нет нет еще раз нет очень жаль и вот еще мы сможем опять провернуть операцию на черном рынке опора у тебя есть наличие порах весь кроном запрещает растаскивать такие ценные ресурсы поэтому никакого пороха я не продам можно подумать ты не можешь взять чуть-чуть со склада подмигнуть со склада я до меня туда же туда даже не пустят впрочем наклоняется к вам и говорит тише с другой стороны ведь не обязательно чтобы туда попал именно я верно подмигнет вам верно я могу кое с кем договориться но это отнимет целый день и мне придется заплатить еще и тому вояке который следит за складом так что тысяча баксов и через двое суток ты получишь ссылку с порохом что-то мне напоминает это не на не америку а сссерской военной части где прапор и тащили все что можно так опять же мне это все не нужно а нет может пригодится станок мы украдем пороха будет полно а потом в будущем прокачаем умение ремонта может я наштампую патронов миниган вообще не знаю кстати штампуется ли этот калибр 5 миллиметров вот 500 задатка остальное получишь когда будет товар хорошо это честно я это сделаю ящик будет войну не раньше чем через два дня окей вот кстати от конфетки у нас повысит понизилась ловкость до 6 и легкое оружие 7 снова видите как интересно дайте поговорим с доктором да да вы продаете медикаменты продает удовольствие так давайте сразу посмотрю что я могу продать голодиск мы собрали что у нас его нет показались при бою информацию кстати вот у меня вопрос где-то я посеял один капкан два я купил в рина один где-то я посел кто внимательны подскажите где-то я его установил и забыл забрать это будет как викторина посмотрим кто действительно внимательно в просмотре видео будет интересно узнать кто-то детектив презерватив можно продать ух не хило на 2000 уже на складовом так знаю что нужно взять сердечные пилюли где-то не пригодятся и кстати вот возьму скальпель сделаю докторскую аптечку она у меня уже есть но я просто сам факт хочу исполнить именно по рецепту сделать докторскую аптечку так книжечку возьмем у него кстати продажи есть докторская сумка еще так что не знаю зачем это мне очистка так смотрим вот тут конечно больше всех стоит лазерный пистолет заберем если заберем то нам не хватает денег ну по торговать все равно желательно сейчас пока у меня харизма повышена и немного из-за этого торговли выросла что так что так хорошо пистолет сам сколько 1300 по моему как раз пистолет охватает поэтому я забираю все кроме пистолета я сейчас еще пойду тут конечно собирается что плохо лежит в этом поселении поэтому не страшно 1400 да а деньги у тебя есть о подожди какие деньги не нужно две таблетки будущем и нет дорого в таком случае я надеюсь где-то еще найду бесплатно у него денег нет как назло мы с ней не разменемся что-то покупать очень не хочу если честно конечно очень дорого стоишь ну ладно возьмем таблетку все-таки тебе гранатку пол что тут еще тяжелая а как раз забираем так в принципе какая разница вот у них деньги есть все у них покупаю могу даже за деньги покупать это неважно я потом эти деньги верну не по моему не пропадает из инвентаря поэтому просто сюда приду и и выкуплю назад свои же деньги так вот что мы искали драгоценная книжка самогон по моему никто мне не заказал принципе можно красить поэтому тоже неважно его я собираю никому не продаю по моему они мне не нужны уже потому что у меня есть набор отмычек правда не стоит ничего так вот нож байкера это жалко отдавать это мне прямо как дорогая память который у меня нет так что я должен закинуть восемьсот сорок два к сожалению у этого я уже жлоба ничего не куплю чисто деньгами расплачиваться дороговато хотя какая разница опять же пока харизма есть будем покупать не хватает не хватает ладно жди пока чего-нибудь наворую и уже буду покупать обе снижки хотя как этом снижка я от харизмы получил торговлю а 26 процентов 4 на привлекательность так у меня даже 4 а нет так торговлю 18 разницы почти нет поэтому неважно так тебя нет смысла держать хорошо а вот первую помощь мы пока придержим теперь давайте я соберу докторскую сумочку докторский саквояж опять же говорю что это бессмысленно стоит он 300 монет если вы продавать а скальпель нам 100 с чем-то а там еще куча ингредиентов поэтому это просто я делаю чтобы посмотреть как работают и рецепт докторский чемоданчик начать приготовление 10 очков опыта даже получил ну ничего себе так инфекционное заболевание ну проведи и что да действительно вылечился так вот у меня уже два докторских чемоданчика кстати весит наверно много о 5 фунтов придется с одним расстаться в принципе не только с одним а подождите мне нужно теперь ну ладно нет может повышенная харизма где-то еще поможет поговорим где-то еще так теперь все наркотики нужно выкинуть чтобы нас пустили внутрь пока нет книжку надо с собой носить то забуду ее нужно перенести в неурина докторский чемоданчик можно оставить и наркотики оставить что здесь считается наркотиками ладно мы не будем рисковать буду выкидывать все что можно так или иначе посчитать наркотиками так алкоголь тоже не пустят не дадут с собой взять хорошо что у нас задание все взял интендант скопировать пройдет частоты а я же доктора не нанял полечить караванщика я понял я вообще с ним нормально не поговорил так мне нужно лечение не хочу вы делаете медикаменты если приносят необходимые компоненты могу сделать стимуляторы супер стимуляторы противоядия и целебные порошки кстати кто в курсе супер стимуляторы здесь не по нефрили как в 1.5 resurrection можно ими травить нпс так а вы не могли бы меня научить этому чтобы вы мне составили конкуренцию нет уж мне и так тяжело даются деньги так не хватает разговорного умения обязательно когда прокачаю приду и уговорю его в таком случае я так понимаю он мне повысит навык доктора который очень тяжело прокачивать и он очень нужен иначе мне придется ждать первый каприз только после этого я смогу поднять этот навык срочно нужна медицинская помощь одному из караванщиков а качать головой еще одного раскрасили да здесь такое случается вот вам 100 баксов помогите ему а если подумать то почему бы и нет вот именно живей живей давай продажная скулап мы еще и опыт получили хорошо ох так гораздо лучше спасибо за помощь теперь расскажи кто тебя так разукрасил парочка вояк из гарнизона мати кто же еще довольно странная дисциплина для метали митта милитаризированного поселения да и на этом многое многие еще ведутся но правда в том что это уже в прошлом не те это люди которые думают о твоей безопасности им повод только дай а берут до нитки почему местные жители так свирепствуют разлад у них потому что и меня то себе слишком много у кого пушка больше и броня толще тот в пустошах и герой понимаешь вот они ведут себя как хозяева в этих краях так за что они тебя так за мой пистолет и немного мелочи зря я ими светился кто-то настучал военными вскоре пришел этот джимми со своей сворой затребовал пистолет сдать я отказался и вот результат расскажи о своем пистолете дезерт игл с кожной рукояткой и улучшенным стволом отличная пушка муравья мутанта с ног за один выстрел сбивает отличный ствол кто такой джимми и где его найти один из рядовых он постоянно около блокпоста отирается молодой и самовлюбленный подонок а разве здесь нельзя ходить с оружием? можно нельзя ходить с оружием в пределах их гарнизона за это могут уже и пристрелить а здесь свободная стоянка правил на этот счет нет ну разве таких как джимми это волнует? понятно повторы и вот вопрос про этого джимми я конечно могу пистолет у него забрать другим способом а можно пойти и рассказать о нем генералу по моему можно на двоих жаловаться генералу его подчиненных поэтому вот прошу от вас советом в каком случае можно жаловаться в каком лучше сделать самому решить проблему я считаю что вот с джимми надо решить самому а второй раз пожаловаться так стой оружие в кабуру винтовку разорядить и на ремень живо а зачем это нужно? боитесь что я четвертую мировую начну? последнее предупреждение убери оружие быстро хорошо хорошо вот я убираю оружие так это территория военного гарнизона посторонний без разрешения вход воспрещен а как получить разрешение? разрешение а недобро ухмыляется и косит на соседа ну мы могли бы это дело обдумать если интересно хм кажется это намек на что-то его морда становится очень недовольной короче иди отсюда давай давай оу вот как заговорил коррупция процветает интенданты продаются складов часовой за взятку пропускает избивают забирают оружие у караванщиков которые их кормят и поят перестанут ходить в караван они сдохнут здесь со своим вооружением у меня там дела да и какие же хм может я можно уговорить это дело конфиденциальное и тебя оно не касается не знаю так ты меня впустишь ладно но я еще вернусь так понятно спича не хватает но по идее можно в таком случае я скажу что мне нужно по личному делу генералу Вескеру к Вескеру а почему я должен купиться на эту чушь потому что в Хоторне я нашел важные документы которые заинтересуют генерала а ну тогда я вас пропущу но вы должны проверить но мы должны проверить ваши вещи на отсутствие опасных предметов проверяй ах ты ж гадина какая забыл яд выкинуть канавал искал наркотики забыл что у меня еще яд есть так спасибо тому кто подсказал что можно по троечке с сейфом взаимодействовать взаимодействовать и не смотреть на анимацию не тратить время где этот канавал вот он возвращаемся сейчас попытаемся с повышенной спичем из-за конфеток а сколько кстати он 43 мало так генералу Вескару проверяй все пропустил вот этот военный гопник из подлоги смотрит на вас продолжая бережно протирать дезерт игл ветошью чего надо если опять насчет этого караванщика то лучше бы тебе мимо пройти я сегодня особенно не приношу штатских просто захотелось поближе рассмотреть твою пушку хорошее оружие далеко не часто встретишь в наше время да уж ствол отличный в отличии от тебя за доблестную службу получил вам штатским непонятно что такое оружие для солдата на поле боя по одиночке мы бесполезны но вместе мы ходячая фабрика смерти вот так мать вашу ценишь личное оружие номер то его хоть вспомнишь а? 320 эй какого чё ты тут копаешь это мой трофей понятно в любой момент можно ожидать десанта врагов и оружие должно быть у того кто умеет его применять а этот караванный придурок даже с предохранителей выяснял когда а чёрт так истинно где то рядом а? ничего добавить не хочешь? сплёвывает вам под ноги думаешь крысой штатской можно прижать меня к стене не забывай на чьей территории стоишь вот можно вызвать его на битву и это брать в ствол но это подожду вашего ответа и зависеть от него решим будем его сдавать или нет то есть не будет где-то последней капли чтобы генерал Вескер ушёл отсюда попробуем напугать а давай-ка спросим Вескера пусть объяснит когда он променял территорию мародёром и дезертиром тебе бы пугало только в Вегасе на танцполе выступать а не стращать своими мнимыми связями думаешь я поведусь на это чёрта с два ну может со временем ты прозреешь так ствол у тебя конечно хороший но для массового бой не подходит может заменишь чем-то получше да твоя правда окей тысяча баксов когда я затыгил твой вормочет про себя наконец-то хоть солью этот хлам вот другой вариант выкупить его можно обменять на другое оружие ну конечно он загнул винтовки автоматы и тому подобное у меня самого такого оружия нет так что вот все зависит от вас может даже опрос сделаю когда жаловаться вескеру чтобы получить пистолет или чтобы вернуть свои деньги если меня кинут в кутузку расслабься я ухожу пока ухожу давайте под харизмой поговорю с генералом и его приближенными ой тут не генерал тут у нас кутузка та самая хорошо что ничего хорошего а вот тут генерал и давайте продадим ему то что я ему принес вы все молчите ну и хорошо штатский тебе чего надо вот можно пожаловаться но я жду вашего ответа стоит ли это делать так 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 мне нужно с вами обсудить один важный вопрос я весь внимание могу продать боеприпасы для пулеметов из Хоторна наш калибр такими патронами заряжали тяжелые пулеметы на малом скоростном флоту не знаю что такое малый скоростной флот бред какой-то такой у нас как раз есть пара таких пушек но мы утащили их из Хоторна несколько лет назад теперь будет чем их зарядить отличная находка я выкуплю ящик за 750 долларов мало по рукам так в Хоторне мне удалось найти наградной пистолет выглядит эффектно а ну дай посмотреть постой это ведь именное оружие моего предка человека который спас наших людей во время великой войны и вот я держу в руках часть его прошлого средства забытых заслуг я выкуплю это оружие за тысячу но уже лучше но тоже мало к сожалению торговаться с ними получится вот опять же вопрос нужно ли закладывать шпиона если нет чем это грозит для ветра войны так и задание он нам не даст я еще не мал уровня по-моему седьмой уровень нужен чтобы он начал с нами общаться так давайте попытаемся поговорить по действиям конфеток с высокой харизмой с учеными это служебное помещение штатским здесь находиться нельзя без разрешения извините а чем вы занимаетесь так это не наше дело советую покинуть помещение пока я не разозлился вы что-то вроде радиста изумленно раз изумленно разрывает глаза надо же какие познания а с чего это я разговариваю я здесь по личному делу генералу Вескеру недоверчиво прищуриваться мда а мои источники говорят что вы для Вескера не более чем кусок говна вон отсюда ладно ладно так ризма не помогла ночевать тут не получится а мне нужно теперь отойти от нет можно отойти от таблеток дня не хватило наверно сутки нужно да все параметры восстановились и займемся чем правильно кражей скрытности не знаю получится но попробовать стоит так гаденыш не хочешь что у вас что у вас все получится ну а вот если вот так пытаетесь обокрасить у всех на глазах очень мало шансов ну и второй момент о котором я вам рассказываю если у вас не получилось включайте скрытность отключайте снова ее в таком случае вы как бы сбрасываете счетчик так опять пробуем но с учеными должно быть полегче я понял не хватает ходов получилось и еще один стол где лежит очень нужный нам предмет вот она научная книга правда нам еще этих книг нужно много сразу прочитаю сейчас у меня 60 а теперь благодаря отогнутому навыку 68 так было бы 4% всего лишь и это круто нам нужно 75 чтобы чеки второй половины игры можно было выполнять так доступ разрешен выберите директорию сканировать данные о штатных радиочастотах готово вернуться в главное меню наши враги врагов у ветра войны огромное количество но в основном это рейдерские бандитские группировки а также скопления мутантов как те смерти и пришельцев подробнее о рейдерах отряды рейдеров и прочих бандитов с которыми ветер войны ведет борьбу за влияние над регионом обычно немного численно от 5 до 15 человек некоторые из бандитов удерживают власть над мелкими поселениями чьи жители уже устали от их гнета и просят помощи подробнее о когтях смерти хищные мутанты огромных размеров живущие в темных сырых местах под землей на поверхность выходят обычно по ночам периодически от набегов погибают люди в ветре войны но зачастую это пришли остановившиеся в пригороде ветер войны усиленно борется против этих тварей но их численность восстанавливается после каждого рейда замечено что наибольшая активность мутантов наблюдается в районе местного разрушенного убежища хотя встречи с каждым годом становятся все более отдаленными то есть разбредаются когти смерти так подробнее о пришельцах хищные мутанты с инфракрасным зрением подобно когтям смерти они не любят свет солнца предпочитая выходить на поверхность ночью а днем спят в темных подземельях известно совершенно точно что в основном гнездом пришельцев является военная база на севере так называемая зона 51 так инцидент супер 8 инцидент произошел во время перевозки особо опасного груза обозначенного как супер 8 содержимое груза в документах не раскрывается известно что в результате недосмотра конвоя груз исчез а сам конвой был убит вскоре пришло донесение об исчезновении жителей маленького поселка неподалеку остатки их тела обнаружили в пещерах неподалеку как эти события связаны непонятно но одноясно почти наверняка супер 8 необычный груз какой то супер мутант кока смерти или что так назад к списку местная дислокация вокруг ветра войны в основном вдоль трасс расположены мелкие поселения обычно 2-3 семьи не представляющие интереса на севере известна военная база под названием зона 51 на западе база также среди прочих географических пунктов указано убежище в горах на северо-западе видимо это то самое убежище из которого иногда некогда вышло местное население так так записать координаты убежище нет подождите это я сразу отправлюсь когтям смерти записать координаты зоны 51 архив инженерной службы увы доступ к чутежам ограничит очень сложный пароль попытаться взломать видимо это выше ваших текущих возможностей вот он чек на 75 так отчеты тюремного отзирателя ветру войны не привыкать к карательным мерам многие рейдеры и прочие бандиты были казнены здесь для устрашения жителей южной невады искать отчет о текущих заключенных сэм райли 24 года мужчина житель лас-вегаса порядок казни отрубить руки затем ноги затем повесить предыдущего на еще живого на заборе причина казни внезапно раскрывшаяся от тайна причина казни внезапно раскрывшаяся от тайного агента в вегасе информация о подлинном намерении узника тот занимался шпионажем для кого-то из авторитетных жителей города руководство как обычно выбрал самый простой путь ликвидацию врага это вот его мы уже будем спасать наверное опять же как это повлияет на ветер войны нужно знать так заказ на поиск конституции похоже на то что руководство база действительно верит старую америку и ее ценности например был совершен заказ у караванщика на доставку копии конституции из музея рина плагов сша плакатов и различные военные атрибутики до военной сша сложно сказать стоило ли оно этих вложений так стоит ли мне отправляться когтям смерти в принципе там ничего интересного не лежит биться конечно с ними не буду а про красными маниф не проблема поэтому нет не буду тратить время потом уже когда у меня будет сил хватать на уничтожение отправимся туда и заодно их стихи убьем так что завершить сеанс самое главное мы получили книгу науки и сейчас будет интересный момент будем мы штурмовать казармы открываем вскрытности побежали постоянно включайте походовый режим не знаю как он влияет на скрытность но точно влияет на более успешный шанс прокраситься ну и здесь наверное специально мне кажется солдаты населяющие казарму сделанные под слеповатыми потому что конечно у меня такого не получалось нигде в нюрина к примеру нигде такое не получалось а здесь как видите движешься как перехвалил себя казармы а мне показалось это отель так и я вот не помню но на всякий случай я выйду с локации зайду снова так охватает ли тут переход в другую локацию вот будет жестко если сольюсь но тогда буду играть сначала что ж ты что ж тут поделаешь фух пока получается пока получается но мне очень нужно добраться последнюю казарму третью и если я не ошибаюсь там все полегче там один наблюдатель и стоит он спиной мне кажется там все получится так передерну ходы чтобы было опять полное их количество и вот я могу примерно добежать сразу до шкафчика ух получается получается восстанавливая хлам свой восстанавливаю хлам то очень хорошо и важно так опять передернем ходы чтобы можно было бежать вот так вот отлично кстати кажется клавиша а вот этот символ работает как забрать все take all наверно да потому что вижу что я ее лишний раз нажимаю и все вещи забираются на автомате из из шкафчика ох книжечка к интересно так хорошая вещь на вас много ходов очень получается все хорошо так и теперь мне кажется можно даже рискнуть попытаться забрать вот из этого шкафчика что там лежит да по обидно конечно если то что я вышел из локации вернулся назад мне не поможет меня расстреляют как зверского нарушителя хух гранатка это будет жестко как так казарма мне показалось отель все не хочу я больше рисковать я к сожалению не знаю здесь можно сколько хочешь попыток делать или некоторое количество после которой вас по-любому расстреляет принципе я сделал программу максимум забрал журнал забрал эти два символа и еще хлама набрал что поможет мне выкупить книги у как его там внизу находится у интенданта вспомнил так а продолжение будет уже зависит от ваших ответов комментариях насчет этого солдата джимми кажется который украл пистолет выбивать из него пистолет или жаловаться сколько раз можно жаловаться генералу можно ли генералу отдавать информацию было диск о том что они все дети дезертиров и может быть еще займусь этими ромео и джульеттой не интересный мне квест совершенно но придется себя заставить так принципе затянулось видео но я таки его добью сейчас 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 раз я уже имею эти два символа почему бы не кстати почему я не ругался что не оружие в руке или в данном случае хватает что они в основной руке покажем вам зачем нужны эти камни почему так хотели у нас их выкупить и хотел точнее тот же самый хитрожопый интендант так мы слышим что где-то открывается какой-то лаз ну конечно те кто проходили игру уже много-много раз для них это не секрет но я думаю тут меня смотрят новички тоже так поэтому для них это будет интересно так ладно уже потрачу время перебью всех этих зверушек давай выбегай хотя могу тупо пробежать с хитрю вот так чтобы кротокрыс на меня нападал 1 я имел два удара а ее ее это что же я бил силовым кассетам по мыши не 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 это дорогое удовольствие не надо так делать гаденыш еще и друга позвал паразии ждем друга пытаемся в глазки так ты достаешь я понял да да или крит убивает их в глаза или если у вас проходит крит то у них очень легко достижим эффект критической смерти при ударе в глаз мгновенная смерть поэтому удобно карта крысов убивать ударами о кстати а вот и капкан единственная проблема мне придется собственность жопой разминировать а я немного диверсии начитался поэтому вполне возможно все получится а ну я попробую два раза по обычному ударить может мне хватит ходу подбежать так чтобы ты меня не укусил да и будем делать так быстрее надежнее хотя что-то с надежностью не то да где этот лом а у него капкан вот уже три и если вы вспомните кто внимательный где я посеял капкан свой основной будет 4 крайне в случае конечно могу все видео пересмотреть тоже вариант подождите что я делаю зачем не его разминировать своим телом если можно мышку на него навести ой 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 к эту мышь на виду у меня уже атакуют все подряд так ну и что но ничего себе мышь выдержала удар в голову какой я рукопашник мышь убить не могу так понятно все таки капкан придется заднице разминировать ладно пусть будет так да три раза промазал что поделаешь четыре раза промазал может быть так ты задолбал умри гаденыш или капкан не заведем не заведет понятно так найти бы мне еще тот капкан и будет четыре штуки можно целым капканные поля делать будет совсем круто так здесь нету сундуков точнее ящиков которые не подсвечиваются на который можно фомкой скрывать там всякие интересные штуки в нем генерация рандомно к сожалению я играю без сейва поэтому нельзя нагенерить чего-то крутого где эта мышка где эта мышка где эта мышка все со зверюшками покончено и посмотрим куда же этот ход нас привел на всякий случай а привел у нас в ангар механика ветра войны и тут есть автомобиль вау вот эта неожиданность действительно неожиданность что там в сундуке автомобиля и в багажнике ничего а что здесь а здесь лежит останов для снаряжения патронов так интересно если его украду перестанет ли делать патроны механик ладно пройдем его не важно ну вот и все на сегодня будем завершать видео продолжение будет зависеть от ваших ответов единственное я вот сразу же стану возле ворюги этого и если вы скажете что не стоит про него докладывать вескеру я его сразу же в следующем видео буду избивать благо здесь есть спецудары мы уже будем их использовать бить ногой в голову там повышенный крик ну что спасибо всем кто следит за моим прохождением надеюсь вам понравилось ставьте лайки поддерживайте мое желание играть а я с вами буду прощаться и как всегда традиционно желаю всего наилучшего пока